Короче, вчера у меня в гостях были Олухбек и Даник, Даник Брогласос, Олухбек Шухан Сьюц, вот-вот-вот, и мы втроем, короче, сидели, общались насчет партнерства, то есть и Даник этот разошелся, да, и Олухбек разошелся, и я разошелся, вчера, короче, сидели. А, серьезно, Санечка? А, ты не скорчишь, что-то? Да, да, да. После разводов. Как ты себя чувствуешь? Ну, блин. Ну, ты держись, ну ты держись. Не, нормально, нормально. Вначале было сложно. Как вначале, типа, стадия? Не, в натуре все норм, ну чисто по-человечески. Да, 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 все хорошо. То есть у нас не было такого, что хайвай какой-то. Да, да, да. Ну, в принципе, сам Монор не такой человек. Ну, да, да. И я, в принципе, тоже не... Ну, вы были вот больше, чем, мне кажется, мне лет вот вместе, да? Больше, чем... Я вот сколько вас помню, вот всю жизнь вот так. Ну, мы пять лет были, получается, с двух... Да, правильно, 2015 год, начало 15 февраля, и вот, можно сказать, 14 февраля, 2020. 14 февраля? Да, то есть ровно пять лет, можно сказать. Офигеть. И что я заметил? Новое десятилетие, оно такое, знаешь, как будто многие для себя решили, что они хотят начать красиво, именно с этими цифрами, новую ступень в жизни. И что произошло, например, с Юфрейм, да? Есть же команда, которая Юфрейм? Да, я слышал. Они же тоже это рассосались, можно сказать, да? Сдались. Сдались, прям вот так? Да, да. Ну, вот, короче, скажи, что со страницей будет? Это будет памятник нашему труду и времени. То есть решили временно? Нет. Памятник? Внимательнее. Это будет памятник нашему труду и времени, который мы потратили на контент, потому что продать невозможно и неохота. Это просто наша реально ностальгия, памятник. Мы сами будем туда возвращаться иногда, смотреть, это очень мило и прикольно. А, нифига себе. Это такой своего рода принцип, да? Ну да, и в целом это произошло уже органично, просто, знаешь, уже сам мозг просто понял, ну, как бы вот, типа, логически, да? Там просто, знаешь, мы долгое время не получали оттуда никаких вот, знаешь, никакой энергии. Грубо говоря, в творческом плане мы давно уже не стреляли, как Юфрейм. Ну, реально, вот, два-три года назад был бум, братухи, там, все дела, короче, были разные проекты интересные. Потом в какой-то момент, примерно вот как Одина ушла, с того момента, и все, типа, ну, как бы, постепенно. И сложно было, конечно, это признавать, все это дело переваривал я долго. Ну, уже в последний раз, знаешь, я уже еду, и там было много знаковых событий, прям знаки такие, знаешь, которые прям уже говорили открыто, что все, надо заканчивать это дело. Что-то, нормально? У тебя что-то важное просто, нормально. У вас в то время, короче, спринты, да, были после того, вот, можно сказать, там, два последних года, да, два-три спринты, разные проекты, разные проекты. Ну, да, пытались, короче, разные варианты попробовать, тоже хороший опыт, но по итогу в конце поняли, что, ну, все уже, короче. Я помню, знаешь, это было очень прикольно, символично. Мы должны были взять одну девочку в команду, попробовать новый формат. И, знаешь, у нас с ней должны были быть съемки, и прикинь, там много разных было, говорю, знаков таких интересных. Я захожу домой, и мне так плохо становится, что я прохожу мимо съемок, а мы снимали у Артура дома. Я захожу в другую комнату, где Арт сидит, я дверь закрываю, и, короче, говорю, бро, ну, все, короче, ну, вот, реально, все. И, знаешь, мы, когда об этом думали, вспоминали, у нас флешбеками все моменты, мы, короче, оба разревелись, короче, знаешь, ну, реально тяжелый был момент. Попросили всех закончить съемки, ребята возмущались, типа, что за безответственность, то-то, то-то, но они-то не знали, что мы вообще проект в целом закрываем. Ну, и, короче, сложно было объяснить, ребята все ушли, мы поговорили. И, знаешь, я вот в тот момент я вышел, и мне легче стало, у меня груз просто упал. И я в тот вечер пошел в ресторан с Кариной, мы очень вкусно покушали, и мне легче стало. Потому что это тянулось, это, знаешь, такие отношения, которые уже, вообще, знаешь, в принципе, вот, недавно тоже с Магой про это и в курсе говорили, и сами анализировали. Все, что дается легко, это есть твое дело. Вот тебе легко дается что-либо, ты не ощущаешь времени, ты получаешь от этого удовольствие, и ты в этом просто, вот, просто становишься профессионалом, потому что ты этим много занимаешься. Ну, от того, что много занимаешься, у тебя навык на рабат, все, ты профи, да? А есть вещи, которые тяжело идут, и, скорее всего, когда они идут реально с огромной натяжкой, через кровь, боль, страдания, я не говорю, что труд, труд важен, да, конечно, когда ты что-то тебе нравится, и ты трудишься. Но когда боль идет, прям, страдания, это, скорее всего, что-то не то, надо проанализировать этот момент. И у нас был именно тот случай, когда мы болели, то есть было больно. И вот надо было уже признаться, что, ну, все. И самое главное, это вот научиться, я понял вот для себя инсайт с этого проекта, что надо научиться признавать, когда все заканчивается. Не надо вот это, знаешь, вцепившись зубами, мир, заметь, как меняется. Два-три месяца назад, когда до того, как карантин наступил, какие планы были у нас, пацаны? Вот серьезно. Вот грандиозные были, вот в натуре. Вот так, вот так вот это произошло. Поэтому нужно быть гибче, нужно резко меняться. Поэтому мы открыли курсы. Не, ну вы прям вовремя, да? То есть как будто совпало. Поток, поток. Не, а такие мысли у вас были, типа, у вас же как будто пошло же по разным направлениям. Вот есть юфрейм, потом у Артура, цветовый король Артура и так далее. То есть юфрейм, он был как коннект, да? То есть у всех, типа, основной лейбл, да? И потом разные подпродукты. То есть, типа, менеджментская компания. И потом вот. Да, да, да. Дальше так не продолжили, потому что. Что? Не понял. Ну, типа, лейбл, короче. Типа, вы Blackstar, как юфрейм. И много разных там проектов. Типа, менеджментская команда. Ну, типа, кажется, такого не было. Типа, это было, типа. Объединенное, это все было под одной командой? Да, идеологически, возможно. Идеологически только, да. А, у нас не было, что это. Дивиденды не получали. Нет, это не было так, что это один организм. Да, не совсем. А, то есть, все, все, все. У каждого был свой проект. Да. И никто никуда не лез. Ну, вот, грубо говоря, вот такой расклад, смотри. У меня было агентство. И есть. 21. У Артура есть и есть вроде, да? Цветочное. У Карины там салон свое дело. А им замужем все, слава богу. Что такое? Не, ну, реально, просто. Да, да, да. И этот, проекты, допустим, и то, как там маркетинг, все это идет, это Расула. Понял? Ну, то есть, это как бы, мы вместе все коннектимся. Это, знаешь, похоже на шестеренки в часах. Они раздельно, но они крутятся просто вместе, из-за этого механизм общий работает. Ну, ну, ну. Ну, а это разные шестеренки. Это не одна такая херня. Все, 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 понял, понял. Ну, мы просто, я помню, когда с Анечком до этого как-то зимой общались и, типа, ну, я тогда сказал, типа, давай что-нибудь решать, делать, типа, включаемся, короче, либо, ну, надо расходиться, что-то такое. И тогда мы решили включиться, и Ануар тогда привел пример, типа, пример, ну, если не попрет так, давай, как, ну, типа, ребята из UFrame, то есть, есть общий бренд KK один, и, то есть, разные подпроекты сделаем. Вот, мы думали, что вы примерно так работаете. То есть, есть одна менеджментская компания, и, типа, там дальше вот как-то все подвязано. Ну, так, мне кажется, типа, прикольно. Это сложно, и мне кажется, что... Да, энергозатратно, да? Постоянно всех скреплять вот это вот, не знаю, это сложно. Мне кажется, что надо быть чуть легче. Смотри, ты сказал, вот у тебя вот это, ну, то есть, у вас, у ребят был принцип, да, не продавать страницу, да, ни в коем случае, да? Вот, какие еще у вас за последнее время принципы образовались в жизни? То есть, я вот недавно посмотрел в Ютубе выжимку Рея Далио, где он рассказывает про свои принципы, да, вот очень хорошее видео. Тут выход Макжана Тлеуханова. Макжан, вам слово. Не, по идее... Сейчас у нас у всех просто такой возраст, близится к 30, но тебе пока как бы... Пацаны, не надо подписывать. Да-да-да, вы сами, да? Писовки, да, вы сами. И мне кажется, чем ближе к 30, то есть, это как будто 30, это уже возраст осознанности, да? Когда ты понял, в чем ты хорош, в чем ты можешь разбираться, и уже пора монетизировать, да? То есть, и из-за этого, у кого не получается хорошо монетизировать, это, как это называется, кризис среднего возраста? Да-да, возможно. Мне кажется, что дело не в монетизации. Я думаю, что рисуешь по успеху. Что такое успех? Типа, это же не только деньги, это... Ты договори, как будто ругаешь меня. Не-не-не, типа, важнее счастье. Что-то меркантильная тварь, что такое успех? Типа, ну, так, всегда же все гонятся за успехом, но больше людей... Вот видел парень, вот прям очень гонится сильно, слышишь? Да-да-да. Я, кстати, обычно... Да, лучше... Я всегда жду, как будто сейчас будет вот этот звук. А, типа, в конце, да-да-да. Нет, типа, ну, все гонятся же за счастьем больше. Счастье-то важнее, чем, типа, успех, деньги. Поэтому, наверное, лучше средне зарабатывать, но быть счастливым. Типа, там, когда у тебя и с семьей все круто, и со здоровьем, и ты занимаешься тем, что тебе реально нравится, и так далее. И все богатые олигархи счастливы. Да, допустим, там, многие олигархи, они, мне кажется, несчастные. Потому что они зависят от, там, власти текущей, от, не знаю, там, каких-то обстоятельств. Нет, ну, у меня, нет, все нормально. Не корону. Я больше за вами съезжу. Все, все. Вот, ну, поэтому, кажется, счастье. В балансе, да? То есть, чем больше ты держишь в балансе себя... Ну, жизнь, это же, типа, как автомобиль. И когда одно колесо, там, спускается или, наоборот, сильно надувается, то баланс теряется, и тебе тяжелее жить. Окей, какие вот принципы недавно образовали? Насчет успеха, насчет счастья? Просто вот, мне кажется... Вообще, давай определим, что такое принципы. Давай, давай, расскажи. Яс. Не, вообще, классная книга «Рейдали. Принципы» — это краткая суть. Ну, это вообще реально как настольная книга стала, я ее до сих пор читаю. Принцип — это то, что помогает тебе сформировать какую-то привычку и не думать о том, что тебе, там, как тебя вести в определенные ситуации. Например, там, в жизни у нас у каждого ограниченное количество ситуаций. Например, там, женится, кто-то женится или ты женишься, кто-то умер, там, да, приболел, там, тебе плохо, тебе хорошо, деньги заработал, потерял и так далее. И на каждый случай ты образуешь какой-то уникальный принцип для тебя. Потому что мы все разные, а мне кажется, самая большая задача нашей жизни — это понять себя, понять, что для нас работает, что заставляет нас, там, работать больше, быть счастливее, быть здоровее и так далее. Да, вот это все как бы вместе связано, и кига, и там, и ислам, и как-то все вот в одном. Все про это. Все про это, да, и поэтому принцип — это круто. Я вот с тех пор, как читаю эту книгу, постоянно записываю для себя какие-то вещи, которые, там, из каких-то ситуаций, чаще всего болезненных, вышли. Лично для себя мой инсайт — это, наверное, намерение, потому что мы четко это поняли. Даже вот у него на заставке это стоит. Да, у меня на заставке. Намерение нет. Ну, давно еще, да. Ну, короче, мы вот протестили буквально за этот месяц вообще этот смысл. Да. Начав поток именно проект, намерение было, короче, создать комьюнити и дать максимально те знания, которые есть у нас, которые позволили нам реализоваться в творчестве, в бизнесе и в других проектах, чтобы реально повысить класс в целом. Потому что больше людей, которые найдут себя, больше счастья, а то, что больше счастья, больше денег, ну, потому что будут работать люди, а то, что больше денег, будет больше налогов, а то, что больше налогов, будет больше дорог, больниц, счастливых людей в целом. Ну и, короче, типа молодежь сейчас вместе все, типа, йоу-йоу, вперед, толга, там все дела, как-то подняться. Вот, намерение было такое, реально искреннее, и, слава богу, сработало. Недавно другой был проект, который нам, вот, намерение было, честно, неправильное. Просто заработать. Просто было реально захастлить, вот втупо захастлить. Мы занялись градусниками. А, точно, да, 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 я вижу. Ну, во-первых, это B2B бизнес оказался, не B2C, вообще не в тему. То есть, ага. И намерение поняли четко, типа, о-о-о, все, короче. И когда все не получалось сразу. Вот все не поперло, сходу. Просто намерение было реально тупо кэш, никаких смыслов, никакой пользы, все, тупо вот, знаешь, ну, ужасные мысли, типа. Прошел проект, сразу закрыли его, в тот же, на следующий день вернулись, сори, да, я говорю, к потоку и раз обратно. Воу, вайп, понял, короче, типа, все сразу получается. Ну, смотри, это, почему так получилось? Это вы такие люди, да, то есть, есть же люди просто, которые могут вот захастлить прям конкретно. Нет, это мы, это в данный момент так. Это внутри у нас какие-то вещи происходят сейчас. То есть все, когда что-то получается, когда все идеально складывается, по сути, это есть поток, типа, когда там нитка идеально, ой, там, когда иголка идеально входит там. У Марвулана же крутые слова, вот ты говорил, успех, что это такое? Это когда твои качества… Успех – это когда подготовка встречается с крайней необходимостью. А, с возможностями. А, с возможностями, в условиях крайней необходимости. Еще раз давай чисто. Успех – это когда подготовленность встречается с возможностями в условиях крайней необходимости. Да, да, да. Это и есть, в принципе, поток, когда все вот так и сложилось. Так температура же, она же вот как раз… Поэтому… Градусники. Градусники, да. Ну, короче, смотри, очень много, вот просто причины, да, посмотреть. Высокая цена, реально, неадекватно высокую цену поставили, объективно. Люди не зарабатывали три месяца. За 30 тысяч тенге градусник покупать никто не будет. Это мы уже потом поняли. Еще у многих пропал уже страх коронавируса. Да, то есть если бы это в начале было, еще была бы возможность какая-то. Ну, короче говоря, там вот все, знаешь, вот антипоток, когда все обстоятельства идут в минус. А, окей, понял. Я для себя, например, такой вспомнил урок, который вот… Я реально понял, что мне не следует заниматься чем-то таким, знаешь, бандитским, криминалити. Это было… Пробовал. В школе… Какой класс? Пробовал. Пробовал, вот рассказываю. Наверное, где-то пятый, шестой класс. Во дворе мы, короче, баскетбол играли, и к нам во двор пришли ребята. Да. Обычно я такой, знаешь, спокойный. То есть я не рыпаюсь, не негативлю. Но почему-то вот в этот раз я был одним из таких старших, кто… Сколько мне там лет? Пятый, шестой класс. Нахерня. Короче… Город Сатпаев. Да, город Сатпаев. Пришли чуваки с другого двора. Начали играть в баскетбол, короче. И что-то… Я чувствую, что я как будто сейчас могу что-то загрузить, подписать, что-то такое, знаешь. Я, короче, подписываю этого чувака на 60 тенге. Ага. Бля… Ну, это, типа, пуротина большая, знаешь, 1,5 этот литр. Да, да, да. И я такое чувствую… Ух, нихуя… Знаете… Обычно я вообще такое не делаю, и никто, как бы, от меня не ждет такого. Здесь я подписал этого чувака на 60 тенге, типа, иди сходи. Он, короче, пошел, собрал, принес, короче… Ну, как собрал, брать… Наверное, просто вытащил, скажем, 60 тенге же. И этот… Мы во дворе сидели, пили в буротинах. Такое чувство было, как будто я всех угощаю, знаешь, типа… Вот, захожу домой, принимаю душ, этот… И здесь, короче, стучатся в дверь. Мама открывает. Мама была дома. Заходит женщина. Лет, наверное, 60. Бабушка, короче. А он, короче, этот чувак пришел с бабушкой. И сразу дома… Ваш сын – убийца, бандит. Он завтра будет портить людей. Это… Мне, блин, так было стыдно из-за этих юбаных 60 тенге. Блин, мама на меня так… Есть же у мамы такой взгляд, когда, типа, все понятно. Вот, да. То есть вот этот медленный… Да, да, да. И страх, да. Да, я такой… Сейчас меня убьют. Да. Короче, вот это, наверное, один из таких топовых ситуаций, когда мне было очень стрёмно в жизни. Я понял, что надо вот не 60, а хотя бы минимум 2 тысячи. Такой неправильный вывод. Хотя бы, чтобы оправданно было. Да, да, да. Если воровать, то по крупным… Да, потом по тысяче, тысяче с мамой раздыхал. Что… Вот. Я не знаю, для меня лично, ну, реально, слава богу, карантин повлиял хорошо. Знаешь, вот то, что он прижал, вот то, что он прижал, вот за это я благодарен. Потому что… Что прижал? Ну, прижал. А, прижал, все, все. Типа, вызвал страх. Ага. И если этот страх переконвертировать не в прокастинацию, типа, ёб твою мать, что теперь делать и просто… Ну, первые дни было так. Да. Вот, да. Я, конечно, загрузил всех своих близких и родных. У меня, это… Некоторые друзья вначале трубку не хотели от меня поднимать, потому что я негативил, потому что я, типа, знаешь, думал… Я начитался, короче, разных… А, ты же еще невротик, по идее, да? Да, я чуть загоняюсь, да, я начал говорить, все, пацаны, короче, походу, два года так будет, там, начал с ума сходить. Потом где-то к пятому, к шестому дню я такой думаю, так, вот, что-то надо делать, короче, как лучок этот, понимаешь, бывает, что-то надо делать, двигаться, надо двигаться. Ну, и вот начали двигаться, и как-то раз все таки пошло. И на самом деле в жизни понял, что круто работает, когда что-то все-таки… Ты испытываешь стресс какой-то, знаешь. То есть стресс не видя, типа, знаешь, постоянного давления на тебя… Стресс, который дает топливо, да? Да, стресс, который дает топливо, это самый лучший стресс, поэтому нужно иногда себе его даже где-то… Ну, конечно, жизнь и так тебе дает достаточно стресса, но если у тебя все хорошо, надо создавать дополнительные всякие вещи прикольные. Вот уже из опыта говорю, ипотеки. Ипотека появилась, доход увеличился хорошо. Я знаю, я тебя понимаю. Да, 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 понимаешь, да? Ну, короче, вот такие всякие фишки, они дают реально вот мотивацию сзади. Это как, знаешь, вот просто как будто за тобой что-то движется, вот такая штука, и тебе надо бежать. Если ты остановишься, он тебя съест или там задавит… Пакмэн, да, короче? Типа Пакмэна, да. И, ну, это у меня так работает. Возможно, кого-то это сломает психологически, я не знаю. То есть, ну, если там… Короче, вот… Мне кажется, если человек, ну, привык все винить, то это… Винить государство, винить окружение, да, то есть… То для таких людей, мне кажется, сложно. То есть это прям проблема. Да. Вообще важный инсайт – это, типа, во всем винить себя. Типа, все, что происходит в твоей жизни – результат тебя. Твои мысли, действия, убеждения, установок. Ну, бывают же такие люди, которые по-любому, типа, ну, нет, это же не я. Ну, а, типа, вообще для меня огромнейший, там, принцип стал, там, типа, неважно, что я думаю, во что я верю, если от этого мне будет лучше. Типа, какая разница, я верю, вот, то, что все от меня зависит, или не верю. Какая разница, если я от этого двигаюсь, типа. Так, подожди. Ну, типа, если это заставляет меня быть лучше, это круто же. Ага. А если, ну, даже если этого нету, возможно, или кто-то в это не верит, какая разница. Всё, понял. Окей. Интересный принцип. Сложно, мага, ты разберись с себя. Какой-то принцип в этот, не могу вспомнить. У меня нет принципов? Да-да-да-да-да-да-да. Я без принципов. Я без принципов. Я без принципов. Я без принципа. Нет, этот, недавно. Принципиальный тип, но не в рамках. Каполины Обажонова, поебаться на всех флангах, да? Он что-то, да-да-да. А, хуйня, вспомнил, потом, 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 потом. Еще есть какие-то принципы последние, которые вот свежие? Я думаю, благодарность. Ну, то есть вот ты можешь заметить, я там буквально через каждое слово говорю слава Богу. И действительно так и есть. Я заметил, что я одну такую прикольную цитату прочитал недавно в одной книге, короче. Типа сложно и тяжело видеть мир через очки, знаешь, там жертвы. То есть есть же розовые очки понятия, а есть очки жертвы. Когда ты все воспринимаешь через призму, блин, все хреново. Это будет чуть-чуть странно, но у нас есть такой внутренний домашний семейный инсайт. Я надеюсь, что моя теща этого не увидит. Но есть моменты, когда, допустим, моя теща реально, она на многие моменты в жизни смотрит как жертва. Ну, реально. С негативной точки, да, в это читал? Да, знаешь, раньше вот прикольный такой тоже инсайт. Раньше родители нас учили, а теперь иногда, ну не то, что мы учим родителей, а мы замечаем что-то, что у родителей где-то что-то как-то странное. Там мы с ней какие-то непонятные, и мы с коренами такие сидим. Там бывают такие ситуации, когда она описывает свое видение ситуации, и мы понимаем, что мы на эту ситуацию совершенно иначе смотрим. Мне кажется, мы немножко непонятно уверенные для своих родителей, мне кажется. Да, 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 они, конечно, более негативны во всем. Ну, типа, банк обвалится, партнер тебя кинет обязательно, деньги, доллар там, он сейчас все уже, да, все уже там уже, все. Вот это все махинации вот эти вот, сейчас вот это убирает же Доригу, это все же там уже. Ну, типа, вот такие тяжелые. А мне в стендапе один момент понравился. Вы заметили, что все таксисты считают, что всегда наступают тяжелые времена? Вот когда было хорошее время, подскажите, типа, когда вот вы ехали, таксист говорит, блин, какое хорошее время, вот сейчас по кайфу, вот всегда было плохое время. И из этой логики, короче, я думаю, что если на этот мир просто смотреть немного иначе, грубо говоря, это выглядит немного, знаешь, так банально, попсово, типа, легко, да, слишком. Но, блин, об этом говорят, говорят, да, в народных мудростях, об этом говорят все, там, не знаю, спикеры, титчеры и так далее. Ну, может, стоит прислушаться, да, типа, у Расика, сори, есть классная цитата, хорошо видящий, хорошо думает, от того, что он хорошо думает, он берет от жизни одно лишь удовольствие. Только на турецком он это говорит как-то, гулянь, шлянь, гулянь. Ну, смысл классный, я кайфую от этого смысла. Реально же так. Согласен. Короче, я понял, какой принцип был. То есть он... Помнил, да? Да, вот. Ты примерно вот последние секунды не думал, я не слышал, да, он такой. Когда на турецком, да, да, да. Не, то есть то, что ты сказал, почти то же самое. Когда случается какая-то плохая ситуация, что-то плохое, я всегда так думаю. Ну, по-любому, у этого есть хорошая сторона. Так, думай насчет нее. Так, так случилось, значит, и все, я начинаю искать, искать. И, блин, вот реально я всегда нахожу, это дает какие-то новые перспективы, новые мысли, новые задачи. То есть проблема с деньгами, значит, ее интереснее решать вот так, вот так. То есть приходят какие-то новые, этот. И вот это вот принцип, по идее, можно сказать, как-то вот похож на тот. То есть уметь видеть новые перспективы. Услыкать выгоду из ситуации. Знаешь, вот я, меня всегда вдохновляло, заряжало и злила одновременно одна мысль такая. Ты зарабатываешь столько, сколько ты стоишь. Ну, вот так получается. Это больно иногда бывает. В смысле? Нет, надо сейчас, годовой надо или... Нет, знаешь, типа, вот мы все себя, как ты говоришь, наше поколение уверены в себе, да? И мы все себя видим немного выше, чем мы сейчас находимся. Мы где-то на Западе уже снимаем клипы. Мы где-то уже... В долине мы уже... В долине Беллсом. Стартап. Ну, этого на самом деле нету, да? В реальности, вот мы сейчас есть, у меня ипотека, кредит на машину, двое детей, там все такое. Ну, то есть это моя реальность. И все, что я получаю, и все, что происходит со мной, и все мое окружение, я того стою. Вот это тоже крутой инсайт. Именно люди, которые тебя окружают, вот тебя кидают, ты считаешь мудаков людей, скорее всего, это ты. Ну, типа, реально. Потому что они бы не работали бы с тобой, если бы ты был бы другой. И знаешь, типа, радует, когда ты видишь рядом с собой новых людей, которые реально крутые. И это значит, что ты тоже изменился. Поэтому очень легко можно определить свои уровни по своему окружению. Тоже хороший такой инсайт. Ну, это лично мой. Ну, а окружение, это же такое, то есть нет же такого, что только одно окружение. Есть же разное. Да, разное. То есть мне кажется, типа, в среднем три. Давай так, единомышленники. Да, да. Потому что, да, есть родственники, которых ты не выбираешь. Есть там пацаны с района, с которыми по-любому надо посоламкаться на районе. Да, это понятно. Но единомышленники, вот это значит, твое мышление же, да? Вы же объединились по общим принципам. То есть, значит, вот ты, скорее всего, и есть вот эти ребята. Интересно. Например, я сейчас вот про наше партнерство это скажу и интересную мысль. У нас еще, я почувствовал, было такое, что мы думали, что у нас одна цель, но как будто мы двигались на две разные цели. Да, вроде мы встречаемся, пишем, да, вот хотим вот это, вот это, но как будто двигаемся, короче, по разным целям. Поэтому, мне кажется, у нас как бы и не срослось. Вот это вот один такой важный момент. И мне кажется... Давно вы это чувствовали? Как психолог спросил. Да, да, да. Давно это у вас началось? Блин, мне кажется, последний год, наверное, на уровне, вот на подсознанке, мне кажется, это вот варилось, варилось, да, да, потихоньку это все обретало какую-то структуру, потом форму, мясо, и это, потом это все... Кожа. Да, да. Потом уже почки. Да, ну, это на самом деле реально прикольно, и мне кажется, в этом плане, ну, единственное, да, только сверять ваш маршрут, типа, вот точка Б какая у вас. Типа, вот вы выехали сейчас по Дугису, и вы такие, мы куда едем? А, мы едем на Абая Ленина. А, я думал на Альфа-Рабио Сифулина. А, окей. А, я думал в Тарас. Да, да, вот, чтобы такого не было, вы вроде бы... И никто в Америку не едет, да, блядь? Да, да, нет, примерно. Да, да, нет, ну, я так, типа, подвязал. Почему не в Америку сразу, да, или в Россию? Ладно. У меня есть такой интересный вопрос. В чем был когда-то, вот, в чем был когда-то сильно уверен из-за каких-то установок, и недавно осознал, что это все было хуйней? Либо тебя волновала какая-то хуйня, но ты понял, что это какая-то установка, которая в тебя была интегрирована с детства, может быть, в какой-то момент жизни, и это тебе мешало в чем-то, либо, не знаю, какие-то вот такие мысли. Давай я сейчас пока сформирую. Я тоже, это, по идее, очень такой интересный вопрос. Я вот, ты мне его еще раньше задал, я вот до сих пор не придумал, то есть, а, ну, давай так, давай так. Например, вы бывали у психологов? О, я вспомнил, у меня есть, короче, ой, давай ты расскажешь, может, потом я еще дополню, может, я не знаю. Может, я фигню скажу? Да, 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 да. А что я скажу? Нет, ты скажи. Я скажу, когда ты скажешь. Что ты скажешь? Хорошо, ты на счет установки. А он скажет, когда я скажу. Окей, какие-то установки, да? Сейчас скажу. Ну, с собой, нет, ничего, какие принципы. Нет, у меня их просто до хрена, да, то есть, с детства, то есть, какие-то... Жестко обломал, аж неудобно. Можно сказать, вот, даже я же говорил о коллаборации, да? Да. То есть, почему-то такое было, как будто, сейчас, этот, если я обращусь, как будто отвернутся, как будто, там, не помогут, что-то такое. И, типа, надо самому-самому, надо доказывать себе самому, потому что, можно сказать... И ждать, когда тебе придут сами с предложением. Ты так... Не-не, не прям так. То есть, я не прям такой долбоеб, чтобы... Не, ну, а как, типа, что-то среднее думал, да? Типа, чуть предложено, так аккуратно. Не-не-не, у меня такое, типа, мне надо самому сначала доказать, сделать что-то такое, а потом, то есть, с результатом уже приходить к человеку. Ну, не сказать, что это какая-то плохая установка, это, мне кажется, нормально, но... Не-не, нормально, да, вполне, но можно проще. Это где-то, да, можно проще, вот, вот, а я что-то начинаю, типа, к себе доказывать, что-то этот, усложнять. Я кое-что понял, вот, вчера буквально, у меня вчера был инсайт, такой очень интересный про девушек, типа, я постоянно об этом думаю, я хочу жениться, и я понял то, что я очень боюсь отказа, я боюсь отказа, и поэтому я нахожу девушек, с которыми мне легче, ну, типа, я не буду долго там ухаживать, быстро все произойдет, вот, и это такой инсайт, потому что я боюсь отказа. Примерно у меня то же самое получается, да? Бро, да, you feel me. Вот, и нужно, наоборот, типа, да, сами пообщаемся. Я не понимаю этих чувств, просто, знаешь, я не испытываю. У меня они оттрофированы. Это как, типа, вот, играешь в керлинг, знаешь, типа, и ты такой, нет, 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 вот, бывает, в поло бежишь такой с плюшкой, нет, пацаны, я не понимаю, что происходит. В TDX-е видели видео, типа, 100 отказов, что-то такое, чтобы, типа, перебороть этот страх, типа, есть какой-то корейец или, ну, азиат, скажем, и он, оказывается, делал так, по-моему, пицца пришла, султану нас велишься, вот, он сказал так, прикинь. А, я думал. Это такой азиат, корейц. Прикинь, это он на TDX-е так сказал. А, заселишь? И азовы ходят, это вообще, ну, его султану зовут, ладно, окей. Я понял, что нужно поднимать планку. Не, он, короче, делал так, он специально написал список ебанутых вещей, в которых он уверен, что ему точно откажут. Да, и пошел сделать. И пошел, то есть он вот приходит к Арману и говорит, Арман, продай вот UFrame-страницу. Арман говорит, пошел. Спасибо, Арман, все, он уходит, идет там к тебе и говорит, вот, там, не знаю. Я вот это применял в продажах. Я вообще жесткий интроверт, не особо люблю пообщаться, но мне приходилось продавать. То есть я, ну, типа, начинал, типа, деньги зарабатывать с того, что я продавал вещи, потом шпаргалки, айфоны, одежду какую-то и так далее. И я где-то прочитал, что нужно получить 5 отказов. Типа, не получить 5 соглашений, а 5 отказов, чтобы сказали, да, пошел ты, я не куплю и так далее. И когда получаешь 5 отказов, типа, как человек, окей, круто, оказывается, не так уж это трудно. Блин, сложно же получать 5 отказов. Ну, с девушкой почему-то сложнее, не знаю. С девушками, да. Потому что ты думаешь, вот, это же она самая, типа, и как-то… Да, начинаешь слишком, типа, стоимость, да, увеличивать. Да, 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 да. У меня, знаешь, какой инсайт, если вы договорили, конечно, господа, да, все. У меня такой инсайт, что всему свое время и у каждого свой путь. Это, короче, знаете, из-за чего пришло? В один момент, когда, знаете, наши ребята, все клипмейкеры это Исултан, Медед, все начали стрелять жестко, я в один момент загрузился, потому что реально я думал, что, блин, ну, типа… Типа, я же Арман, я же… Нет, дело не в этом, просто, типа, блин, ребята выходят на новые уровни и удивляют, а я не выхожу. О, блин, что делать? Я, короче, реально из-за этого депрессию ловил, потому что я там проходил один тест, у меня, короче, самое первое мое качество – это конкуренция. То есть, типа, я раньше думал, что у меня зависть, но оказывается, у меня конкуренция, я со всеми хочу во всем бойговаться. У меня есть такая херня, типа, я провожу полдня с другом бизнесменом и думаю, так все, нужно бабки рубить жестко, короче, встречаясь с другом режиссером, блин, все, я умру за кино, вот такая херня, вот просто вот у меня вот так вот, мне штормит. Это самое лучшее искусство. Да, иду, смотрю, какой-то пекарь делает свое дело сто лет и зарабатывает 20 тысяч сенье за это. Я такой, ну, вот оно, надо быть мастером. Ну, короче, вот такой я человек. Бля, я тебя бизнес поняла. И я понял, знаешь, когда что у меня конкуренция, я один раз плыву в бассейне, и вдруг чувак такой просто проплывает рядом, да ты че, сука, ты что, на кого ты попер? Я его, конечно, обогнал, он даже об этом не знал. И я в тот момент понял, что, а, все, я сумасшедший, я, короче, вот помешан на конкуренции. И вот меня долго штормило, и я из-за этого начал изучать режиссуру. То есть, я тупо понял, знаешь, типа, а, ребята стреляют в кино, я тоже буду киношником. Вот просто такая логика. Вот типа, Илон Маск на счет делать какие-то суперракеты, я тоже буду делать ракеты. Типа такая херня, но вот только тут был пример поближе, да, и реально с людьми, которые, вот ты знаешь сам, и они такие, оп, 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 развиваются, как круто, они дальше продвинулись. Я такой думаю, ах, блин, еще реальность такая, что ты вайны снимаешь в этот момент. Да, 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 есть текучка, да, когда операционка. Ты такой смотришь достижения ребят, да, и такой едешь снимать вайн параллельно, и ты такой выходишь, и чуть-чуть мотивации мало, мягко говоря, да, и ты думаешь, что я делаю в этой жизни не так. Но проболев всей этой херней, короче, кстати, попутно изучив немного режиссуру, научившись сниматься, за что я очень рад, да, благодарен, я понял, что капец, у всех свое время, и сейчас, знаешь, когда, допустим, я нашел себя 100% сейчас, допустим, да, в блогинге и, соответственно, там, в образовании, я кайфую нереально, у меня это получается, результаты хорошие, слава богу, все, да, я реально доволен всем, что имею на данный момент, и уже такие ощущения пропали. Они сработали как мотивация в один момент, но прошло, но просто я думаю обратно-таки, вот, если есть люди, которые смотрят, и у этих людей сейчас такие ощущения, я хочу опередить события и, ну, сказать по своим личным ощущениям, что, блин, ребят, не думайте, что вы повторите этот путь, не думайте, что, вот, ну, короче, да, это не получится так, у всех свое счастье, во-первых, типа, ребята могут пахать, но у них может быть там проблемы в чем-то другом, да, то есть тут нужно понять, от чего вы кайфуете в первую очередь, не надо, знаете, сейчас гнаться, вот, сейчас, знаете, такая фигня, в инстаграме заходишь, этот то открыл, этот-это взорвал, этот там набрал просмотры, этот купил, этот что-то делает, этот путешествует, ну, грубо говоря, и такое ощущение, что ты, типа, блин, пропускаешь, мягко говоря, эту жизнь, да, и это накапливается все, заметьте, это вот реально, вот, особенно в инсте, вот это эго просто, да, бах, я такой, я секой, это вот просто идет, идет, и люди из-за этого выстраивают неправильные принципы, приоритеты и травмируются чаще всего, потому что невозможно так жить, поэтому, да и тем более в инстаграм мы укладываем же хайлайт, самые лучшие же моменты, а у человека за счет того, что лента объемная, огромная, кажется, что все, сука, каждый день творят какую-то невероятную штуку, да, а в реальности, там, труба же какие проблемы, да, у всех, в принципе, да, но об этом никто не говорит, все показывают красоту. В ютубе вот появляются, знаешь, вот такие мысли, какая-то вот плохая, не то, что плохая сторона, да, вот, другая сторона, а в инстаграме все еще вот хайлайты, хайлайты. Блин, да, ну, я думаю, что это уже такая особенность, типа, знаешь, как вот тикток, ты чувствуешь вайп тиктока вообще, ты сидишь там? Я не то, что каждый день захожу и смотрю, но иногда залетаю, типа, раз в неделю. Вот знаешь, в тиктоке сейчас из-за того, что в среднем аудитория 13-17 лет, вайп очень легкий, знаешь, такое, типа, жизнь классная. Да, да, да. Мне нравятся девочки, а мне мальчики, у меня иногда прыщи вылазят. Вот такой вайп, мне нравится это, допустим, там сидишь, там очень легко, и там такой мир. Там еще, знаешь, так, фантов нету. Да, там типа, модно страдать, допустим, там вот модно говорить о своих факапах. Типа, есть песня? I'm just a loser, та-да-да-да-да. Да, 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 да. Вот это прям сейчас. Блин, я недавно посмотрел один тикток, который очень на меня прям подействовал. Там есть же, типа, фото в детстве и в этом, ну, короче, типа, фото во время детства. Да, когда ты уже взрослый. И там, короче, фоточка, там две девочки стоят, вот так, короче, и вторая фоточка, уже одна девочка взрослая, и она в руке держит прах, короче. И я такой... Ты знаешь, это, да, это страшно. Типа, как бы смешно, но в то же время, я такой, ебать, типа, я от тиктока не прям, знаешь, вот эмоции, но там я получил немножко другие эмоции, которые вот, я люблю такие, не то чтобы качественные, да, я просто разлинусь сегодня. Кстати, в тиктоке не только трэш есть, вот там, ну, особенно не в Казахстане, но вот в России там, да, много там чуваков, которые там что-то умное делают, интересно. Да, да. Короче, да, это сто процентов. Мы вчера смотрели, бро, сори, быстро скажу, в контекст, смысл того, что ты говоришь. В Таиланде запустили челлендж, музыка играет такая милая, типа, чувак ходит живой, и в следующем кадре его мертвого показывает, нарезка его фотографий его мертвого, типа, он в гробу лежит. Типа, реально мертвых людей показывает. Да, 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 и это, типа, подача такая, как будто это милая, и это очень странная атмосфера, типа, страшно, и... В смысле, это родственник делает какой-то? Там разный, там кошек показывает. То есть другой человек делает. Другой человек показывает, он же не сделает, он живого в начале человека, а потом умершего под такой, типа, please, да-да-да, my two-one, да, я же эту песню узнал, да-да-да-да, и типа, знаешь, и такой раз в один момент просто, так мертвый чувак валяется в гробу, вот такая фигня. То есть, TikTok, да, он удивляет. Иногда ты такой сидишь и думаешь, офигеть. Вот, он приносит какие-то новые эмоции, да, то есть именно по качеству, этот, ну, короче, какие-то новые эмоции. Теперь смотри насчет то, что ты сказал же, там, Ай-Султан, скрипи и так далее, вот, многие смотрят, многие хотят равняться, да, что-то делать, вот мысль стопроцентная, не повторишь их путь. Я тоже этим переболел, да, то есть я такой думаю, блин, Ай-Султан, мы же с ним вместе работали, то есть с Астаны, даже, блин, вайны снимали, да, которые... Ну, ладно. Вот, и я такой, блин, надо же... И еще мне есть знакомые ребята со стены, которые постоянно говорят, типа, знаешь, вот так сидят. Я понял, понял. Олжик, вот что ты думаешь насчет Ай-Султана? Он же тоже режиссер. Е-е-е, маааа. И я такой, бляааа, такой, знаешь, и... Ну, короче, вначале это меня грузило. Да, 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 это нормально. И я такой... Потом я начал декомпозировать, да, вот. И я смотрю, по идее, у меня цели не те. Я вначале даже подумал, может быть, я так думаю, потому что... Ты оправдываешь себя. Да, да, да. Ну, я смотрю, реально, у меня цели немножко другие. И у меня подход другой был выбран изначально. Типа, вот мысль там, как Ай-Султан действует, он красавчик, да, в этом плане. У него амбициознее как-то. У меня другие установки, другие хотелки. И по-другому хочу я делать, как мне удобно и приятно. Поэтому я для себя принял, что мы делаем две разные вещи. И я не претендую. То есть нет смысла сейчас идти и быть вторым Ай-Султаном. Типа, зачем мне это нужно? Не этого же я на самом деле хочу. Как вот это вот. То есть это не просто я так себе сказал и просто принял. То есть это через какое... Заходило время, время. Я такой понял и такой, бля, стало под... Переболел. Вот реально переболел. И это мне показалось, я качественно переболел. И такие вещи были с разными сферами. Вот я вчера вспоминал кофейня, да. То есть я когда хайп, помнишь, был кофейню. Там все открывали кофейни, кальяны, пояски. Ладно, я этим даже не стал болеть. Вот. Но твай-твай, я этим тоже переболел. И как бы... Вот как думаете, как правильно переболеть? Или у тебя есть какая-то мысль? Смотри, да, я, короче, знаешь, что хочу сказать? У меня в самый пик таких переживаний вообще... Они у меня, кстати, случаются очень часто. Раз, знаешь, два-три года появляются какие-то люди, которые меня, типа, знаешь, я офигеваю от них и думаю, как? И мне очень хочется с ними побайговаться, короче. Это часто мои друзья бывают. Мы даже между собой открыто говорим. Вот я тебе реально... Ну, не то, что завидую. Я хочу с тобой побайговаться, я буду лучше тебя. Ну, это такая хорошая такая тема, да? И, знаешь, вот это появляется. И один раз у меня было такое переживание. И в этот момент на руках было именно слова назидания Абая. И я, короче... Знаешь, вот эта херня, бывает же такой загон просто вот. Такой тупняк, типа, я сейчас открою страницу. И то, что написано, это мне. И тут я тебе скажу так. Я открываю, и вот что ты думаешь, написано хороший пример отрезвляет и должен давать правильную мотивацию, а не наоборот загонять, грубо говоря, человека в переживание. И именно эта строка. Я такой закрываю. Ой, спасибо, короче. Раз, ушел дальше, нормально, легче стало. И, ну, не понял сразу. Больше удивился от самого ситуации, что типа, ни хера себе загадал. И как бы, вот. Но мысль... Ну, это я, конечно, вот Абайка же не так написал, да? Ну, типа, явно не так. Нет, сто процентов я согласен с тем, что у нас, например, есть квадрат, да? Это наш мозг. И вот такие люди, они вот так берут и какую-то область вот так расширяют своим примером. Просто знаешь, реально в такие моменты надо понимать, что... Слава богу, что есть такой человек в моей жизни, который меня вдохновляет и как-то, ну, поднимает, да, в одушевле. Пацаны, вам... Камеру проверь, пожалуйста. Короче, ну да, это на самом деле круто. И на самом деле, я недавно даже с Мангой общаюсь, и Манг говорит, а сейчас у тебя есть такие люди? А я расстроился из-за того, что реально... Возможно, это знаешь, ну, типа, есть там Илон Маск, но Илон Маск, он же где-то там, он же сумасшедший. И ты как бы, ну, не знаю, пока не до того уровня дошел, да? Типа, ты не можешь с ним бойговаться. И сейчас я вот ищу как бы людей даже специально, потому что я хочу обратно заболеть этими переживаниями, потому что вот лично для меня это работает как огромный стимул, огромный рост. Вот такая херня. Согласен. Я в последнее время начал смотреть про Илона Маска, ну, его подкасты, которые Джо Роган. Да, да. Он такой прикольный, нестандартный чувак, да, максимально? Ну, как бы, да. Как он разговаривает, как шутит, вот максимально... Ну, еще же он мыслит хайпом, типа, чтобы такого сказать, чтобы меня... Думаешь, он сам так прям желает или это... Каждый шаг это хайп, каждый шаг это хайп. Его танцы, его высказывания, то, что он траву курил, это все по-любому хайп. Типа, думаешь, прописано? Блин, сто процентов. В момент того, когда я слышал, когда он траву покурил, что он сделал? Люди начали продавать акции, и он в этом скупил. Да, да. То есть, короче, кто-то говорил, такая теория... Он сам в смысле купил? Да, такая теория была, что, короче, вот этот момент со стеклом разбитым, да, в машине. Да, да, да. Я прям разбор смотрел видео, что это стекло специально сделали тонким, хотя... Ну, короче, смотри, он разбивает его, все блогеры, автоблогеры начали делать на это обзор и говорить, что, да, блин, нет, по идее, все же норм. И они за счет этого получили бесплатную огромный хайп и рекламу. Да, да, каждое его интервью – это экономия десятков миллионов долларов на рекламе. Полностью согласен, но не пахнет ли это где-то теорией заговора? Ну, типа типа того, да? Нет, нет, если он постоянно это делает. Типа, знаешь, там масоны, да? Да, 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 да. Чего-то не понимаешь, да? Да, да, такой... Да, 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 да. У меня, знаешь, такой раз был коммент, сори, в комментариях, вы что-то точку открыли, видео сняли, и это масоны. На взгляд, я такой, думаю, ну, может быть, где-то приятно, что ты как бы считаешь, что мы что-то делаем. Это же не первый раз, ни второй, ни пятый, ни десятый даже. Прямо есть ли это такие команды, которые так работают? Мне кажется, если ты на таком уровне, у тебя есть люди, кто еще круче мыслит и помогает рядом. А у него задница всегда же горит, то есть у него же нет столько денег, ну, физических столько денег, и у него очень большие долги. Ему приходится постоянно заниматься такими вещами. Я тоже ипотеку взял, поэтому я понимаю, и он на маску, поэтому... Видишь, пацаны все так делают. Мысли насчет Америки и так далее есть? Вот, после просмотра «Кремниевой долины»? Ну, конечно, вообще. Нереально просто. К столу, магам, два часа или... Переезжаем, да, все. И все, через полгода. Нет, на самом деле, конечно. Потому что, знаешь, вот это параллель в конце с двором, где нет условий, где нет того столика, где ты можешь собрать. Сейчас он красиво, да, вот так завалил? Ой, как красиво. В конце как закончил. Ой, как красиво, да. Готовился? Завернул, завернул. Да, конечно, он потом... Он сейчас вообще хайпует. Сейчас он хайпует, он в этот момент, когда вышло интервью, он выставил свой проект же дропнул. Там, короче, чуваки... Подготовлено. Масоны? Масоны они, ой, эти масоны, везде, знаешь, что эти махинации свои делают. Ну, короче, вот, да. И что в результате? Конечно, ты понимаешь, что есть где-то в мире условия, которые, как бы, все. Ну, то есть ты в них легче достигаешь своих целей. Конечно, можно здесь это делать чуть-чуть сложно, чуть-чуть не понимают некоторые люди. Знаешь, вот там чувак тоже сказал, говорит, в обществе, где тебя могут осудить за твою неадекватную прическу, вряд ли будут тестировать новые IT-приложения, которые будут необычные, нестандартные. Я такой, сука... Не, ну, для деятелей разных сфер, по-любому, Америка, это же как самый высокий стандарт. Ну, это просто, да, это самая развитая культура. Это просто логично, знаешь, даже когда я там, попробовав на две недели поехать в Нью-Йорк, посмотрев и поняв их мышление, и поняв, как они работают, да, конечно, я приехал... То есть ты там получил вот эту вот сгустку энергии, которую... Конечно, я когда приехал сюда, мы продакшн сильно поменяли, у нас он прям вырос сразу. Потому что я, приехав туда, первое, что мне сказали, самое главное, это человек, не продукт. А у нас же как? Э, пацаны, надо видео снять. Э, пофиг, за одну смену снимем, умрем, не умрем, плевать. Хавчик будет, да пофигу, снимем конкретно на монтаже, потом разберемся, там цветокоррекция. Там не так. Там, короче, ребят, нам нужно создать что-то действительно крутое. У нас есть такой сценарий, давайте подготовимся тщательно. У нас есть столько-то времени на препродакшн, немного времени на сам продакшн и постпродакшн побольше времени. Все запланировано, все четко. И самое главное, учитель в первый день мне сказал, человек, самое главное, если не будет человека, не будет дальше проектов. Не надо, короче, ставить проекты выше людей. У нас же реально ставят проекты выше людей. Типа, эй, перетерпят. Знаешь, вот это мышление, когда даже вот... Это на проектах, спринтах работают, спринт-проекты, по идее. Ну, у нас все в спринт. У нас по жизни спринт же. Сейчас надо куш сорвать, сейчас надо бабки поднять, сейчас тендер, сейчас тема. У нас всю жизнь спринт, потому что мы вот таки мыслим. Но в долгосрок, если работает, да, как эта индустрия вся работает и развивалась всегда, да, ну, нужно к этому переходить потихоньку. Люди важнее всего. И знаешь, от того, что люди чувствуют это, они работают больше. Отдача. Там парадокс. То есть мы, я приехал сюда, первое, что я сделал, я сказал, ребята, больше времени на подготовку. Сели все-таки, уф, серьезно? Я говорю, да, ну мы же должны были на неделе снимать. Не-не-не, пацаны, переносим через месяц. Давай я это как вопрос сформулирую. То есть очень много проектов, даже вот мы, да, когда работали, делали короткометражные фильмы и так далее, стоял вопрос, да, то есть мы не богатая компания, то есть мы не могли снимать за свои деньги. Поэтому надо было подходить систематично, выпускать продукты, да, стараться вот какое-то среднее качество вытащить. Либо иногда, но делать такие классные проекты, то есть подготовиться хорошо, написать, чтобы это было со смыслом и так далее. И то есть мы выбрали вот этот второй подход, типа качественно, не работаем на количество и через какое-то время мы вообще, то есть мы тоже перегорели, то есть мы ушли в большую сторону коммерции, да. Есть, вот вы пример, вы очень систематичные. Мне кажется, вот ты сам понимаешь, что вы много где выехали за счет того, что вы, у вас не было таких уходов, да, каких-то сильных, чтобы вы пропадали. Пока кто-то там ходил, да, кто-то ходил, страдал, вот там этот, вы делали, 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 и вот это реально есть результат, да, там, 300 с чем-то тысяч миллионов подписчиков. Ну, короче, бро, да, это про это. Вот, то есть что ты с Америки приехал и что для себя решил? Систематичность это не главное? Нет. Потому что я все еще замечаю в Ютубе, что систематичность, как будто алгоритм он говорит, систематичность это главное. Нет, имеется в виду, систематичность выйдет, но самое главное, начать надо не с этого, надо начинать с любви просто к людям, потому что ты с этими людьми работаешь, ты с этими людьми постоянно, и я тебе так объясню. Вот я приехал, говорю, ребят, мы делаем препродакшн, то есть подготовку, да, если говорить на там рабочем, да, таком языке обычно, просто типа подготовку делаем больше, чем сам процесс. Подготавливаемся больше, мы, короче, знаешь, сразу сделали свитшоты всем ребятам, чтобы, знаешь, все чувствовали себя круто, там, сумочки, барсетки с органайзерами, таймплан конкретный, там, у нас еда. Мы большую часть денег начали тратить не на сам продакшн, а на команду, которая участвует в продакшне. Это рационально было? Это было рационально, типа, знаешь, давай возьмем самый мощный объектив, самую мощную камеру, будем хавать. Да нет, пофиг, гориллу возьмем, там, перебьемся. Нет, наоборот, типа, давай эту возьмем камеру, она нормальная в принципе, но давай лучше, короче, мы купим рации, чтобы быстрее связываться. Давайте мы сделаем тут паузу, давайте здесь покушаем. Да, просто приоритет. И знаешь, что это дает? Ребята начали чувствовать кайф на работе, от того, что они чувствовали кайф, они были счастливы, они начинали больше творить. Но раньше наши организаторы были похожи на рабов, которые, знаешь, которым было дано задание найти любой ценой голубой геленваген, допустим, на 2 часа дня, не волнует. А потом, знаешь, это перешло в что? А я вижу такой, знаете, ребят, серый гелен, давайте вот локации. Сам чувак говорит? Да, сам чувак. Я как-то проезжал возле там одного места, давайте там, вот локация, я ее сфоткал, давайте там, ребят, длин, кайф, мне кажется. И ты такой говоришь, давай. Давай. И когда ты ему даешь, ну, когда ты даешь любовь, человек дает в ответ, и он больше берет ответственности и больше старательнее к этому подходит. И когда ты, знаешь, чуваку на монтаже говоришь не, сука, завтра сдай монтаж, запарил, да? А когда ты говоришь, бро, короче, по идее реально нам нужно завтра сдать, и это сделай, короче, максимально вот как ты сможешь, вот круто, и все. И ты его тут цепляешь за то, что ты сможешь круто, и при этом ты не давишь, результат будет одинаковый. Ну, результат будет круче, дедлайн будет одинаковый, но просто вот психологически, как бы, как ты к этому отнесешься? Ты с Арсланом насчет этой темы общался? Не, я знаю, что у Арслан загруз большой, да, я знаю, что у него проблемы, я ему про продакшн говорил, я вообще многим про продакшн. Не, не про продакшн, а про то, что, типа, вообще подход такой к людям, к команде, да, вот такое там. Ну, блин, может быть, знаешь, ну, это в продакшне, допустим, если ты завод строишь, ты такой к мужикам подходишь, мужики, я вас люблю, Дима, они скажут, знаешь, типа, иди-ка нахер, колено. Вот, вот, это же, типа, такая вещь, есть результат, ну, цели, да. С творческими людьми такое круто работает. Да, бацаны, ну, давайте так, да, завод был тот пример, который прям радикальный, да, но я не могу сказать творчество, нет, я был на одном крутом мастер-классе по этому HR-у, и круто, знаешь, чувак выразился? С топ-менеджерами, айтишниками. Время, когда надо было стукнуть по столу, и люди начинали работать, закончилось. Наступило время, когда надо с человеком разговаривать, слушать его мнения, это из-за чего появилось? Быть психологом, да, да. Не, просто экономическая такая ситуация же, выбора много у людей, люди могут уехать. В социальных сетях мы не чувствуем иерархию, мы есть только одни, и есть только наши приоритеты, есть только наш вкус, лента выстраивается под нас, и вообще все в жизни выстраивается под наше удобство, типа, мы можем заказать еду, все такое, типа, идет к нам. И что, мы, типа, на работу должны кому-то что-то отдавать? Да нифига, я должен использовать только для своего личного роста работу, понимаешь? Мне надо, уходит, остается, я хочу. Да, я хочу. Конечно, я это сейчас чуть-чуть заметил, отодвинулся обратно из-за карантина, потому что это 100%. И вообще времена такие, у нас, в принципе, 21 век, 2020 год, в принципе, в Казахстане неплохое время, да, типа, не ужасное. 20-й год? Да, да, сейчас, ну, вот, пока что мы не ощутили кризис. Ой, я не знаю, что с тобой в комментариях будет. Да, 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 да. У меня уже было такое, да, я уже прошел через год. Не, имеется в виду, когда страны растут. Это не я, если что-нибудь там. Когда страны растут, когда все делают то, что нужно. Ну, типа, имеется в виду. Страны? Да, диктатура, жесткость и так далее, тогда идет какой-то рост. Ты хочешь сказать, диктатура, это хорошо? Я хочу, я не верю демократию сильно. Я тебе вот так вот говорю, вот так вот. Я не с ним, я приехал отдельно, мы в разные квартиры. Можно я выскажу чуть-чуть про это? Конечно, конечно. Да, вот что такое, почему, ну, типа, я чуть изучаю историю. И типа, когда страны сильно росли, когда страны делали то, что нужно. Был какой-то, какой-то курс сильный, они поэтому двигались. А когда расслабуха, свобода, люди сами не знают, чего они хотят. Люди делают то, что, типа, вот мне кажется, сегодня я не хочу работать, а завтра я хочу работать. Есть такая, знаешь, цитата, вот такая вот, которая после этого добавлю, добьются там. Да, и люди делают то, что хотят и расслабляются сильно. И потом, ну, начинается ухудшение ситуации. А получается, что такое демократия? Это когда, ну, почему в компаниях не работает это? В компаниях, в бизнесе. Демократия? Да, потому что, ну, не все же мыслят одинаково круто. В компании работают меритократия. Меритократия, это вот как раз в принципах, да, было описано. Это когда учитывается не мнение каждого, а мнение сильнейшего. И не важно, кто он. Грузчик, сантехник, дворник. Но если у него крутая идея, она заходит, ну, типа, владельцы, там, CEO должен слушаться его. Это меритократия. А демократия, когда, говорит, все, окей, все по 5% скинемся, все правы. Вот это, почему вот реально я не верю в демократию в компаниях, потому что, ну, не могут все одинаково работать. Бирюзовые, да, когда компании? Да, пока я не видел. Да, я тоже скептически отношусь к этому в Казахстане. Да, поэтому, мне кажется, вот миру нужен такой, ну, глобальный такой, там, типа, жесткий пинок, чтобы мы стали еще эффективнее. Ну, как вот я, в принципе, вначале говорил про то, что вот у меня работает так, что от пинка. Когда сзади идет пинок, тогда ты как-то прогрессируешь. А когда все норм, у тебя все хорошо, обстановка покайфовывает. Потому что мало таких людей сами, которые по себе заряжены, всегда ходят, такие, я за эффективность и так далее. Да нет, всегда мы вынуждены что-то делать. И не бывает так, что, типа, человек, если ему дать, там, 150 миллионов долларов просто, он будет сидеть и фигней страдать. Прикольно, вот Дудя, чувак сказал, вообще, прогресс делают отщепенцы. Прогресс люди делают те, кому некомфортно живется. Некомфортно. Которые чувствуют себя, ну, не в попасть, не кстати. Вот про это же говорили, что вообще, этим людям, у них проблемы, комплексы, тяжелые финансовые положения. Часто заметь, все богатые люди в прошлом, блин, у них огромные проблемы. У меня есть друг, знаешь, который просто разбогател из-за того, что у него были детские комплексы в школе, над ним все угорали, что у него нет денег. Я стал блогером, медийным человеком из-за того, что, короче, у меня были проблемы с внешностью, я из-за этого получил огромные комплексы. Короче, ты когда получаешь стресс, давление, да, ты начинаешь двигаться. И вот там, даже в книге, там, в антихрупкость, потому что ты давал ее, там тоже было написано, что только такие моменты заставляют человека двигаться. Мой папа, сори, умирал до рождения Алима, до внуков, он говорил, я скоро умру, год-два дайте мне, все, я уже отхожу. Болел, появился Алим, появился сейчас Тимка, папа витамины пьет, говорит, я до конца, я вот сейчас там буду все делать, возможно, чтобы жить. То есть, когда появляется смысл и когда появляется какое-то давление в хорошем смысле. Полностью согласен. Да, по сути, наша задача использовать, у всех есть какие-то моменты в детстве, там, тяжелые, мало у кого, мало полноценных людей же, правильно, и нам просто нужно правильно это использовать. У меня тоже куча всяких вещей, слава богу, я видел бедность, я так скажу сейчас, да, типа, слава богу, это было. На самом деле. Мощнейшее топливо, по идее. Да, знаешь, вот у меня была одна встреча, которая меня сильно смотивировала, и я сильно задумался после нее. Я встречался с одним парнем, он из богатой семьи, и мы просто общались, пили кофе, там, о жизни просто и так далее. И знаешь, он мне такой неожиданно говорит, бро, ты капец счастливый человек, что у тебя изначально ничего нету. Так ты рассказывал же это в предыдущем подкасте. Я хотел напомнить, повторение, мать, учение, это самый главный принцип. Ладно, договорю уже, что вы сразу, вдруг кто-то не видел. Может, я тогда вырезал. Короче, да, и грубо говоря, что это офигенно, когда у тебя есть стимул. Это чувак, который еще во время школы, там, круассаны хавал, да, за кофейник. Ну, типа такого, да, что, короче. Не-не-не, я помню. В общем, я думаю, что это все про это, короче, да. Да сбили уже, мотивации нет. Да, за это, типа, да все, мотивации нет. Знаешь, бро, вот, допустим, проект «Поток», как появился, короче, вот. Нет, ну да, логично, ну просто видится, да че вы вот меня сбиваете, вот, на ровную весь. Короче, вот он начинался, уже карантин, уже были предпосылки, ну, типа, там, в мире пошла херня, у нас еще все ходили, там все было норм. И в этот момент, короче, за пару дней до начала карантина я уже сижу дома и думаю такой, блин, ну, короче, я думаю, сейчас надо что-то делать обязательно. Я хочу заняться, вообще, сам купить курсы, что-нибудь интересно изучить. Зайдя, да, изучив вообще конкуренцию и, ой, сейчас я говорю конкуренцию, зайдя, изучив обучение, форматы рынок, да, я понял, что мне неинтересно слушать чуваков, у которых 5 тысяч в инстаграме про то, как двигаться в инсте, да. Ну, типа, теоретики мне неинтересны, я так подумал, ну, значит, наверное, много таких людей, кто так тоже мыслит, кому нужны практики. Я думаю, ну, я же могу же сказать что-то за инстаграм, вот, в натуре, я же имею опыт. И в этот момент я маге звоню, и прикинь, на что получается, я ему предлагаю идею, он говорит, а я должен был тебе позвонить, то есть я хотел тебе позвонить. Я помню, что ты готовил уже такой проект, да, да, да. И мы встречаемся, и, короче, я говорю, поток, ну, да, поток, я говорю, ну, так и назовем, и общаемся, и мага в тот момент, я запомнил, он говорит, блин, наступает романтика сейчас, по идее. Он говорит, сейчас будут трудности, сейчас будут проблемы, а ты знаешь же, всегда исторически, всегда, постоянно, каждый 100 лет случается какая-то херня. Да, да, и это обычно какой-то толчок. Ну, кто-то все равно движется, да, и тем более, учитывая, что деньги также печатаются, даже еще в больших количествах, то есть, однозначно, кто-то, если чисто в материальном смотреть, кто-то зарабатывает. В любом случае, и, типа, этим кто-то можно стать, в принципе, в этот момент, потому что мы же всегда, знаешь, смотрели на чуваков в 90-х, и мы такие, все же говорили про них, вот они в этот момент зашарили, типа, они что-то сделали, ну, они, правда, отрезали себе, да, вот ты говоришь, что отрезал он себе что-то. У них другой путь. Да, у них, конечно, жесткий был путь, но у нас, конечно, более интеллектуальный, мы все должны сами придумывать, все должны сами создавать, но все то же самое. Вот круто, много выпусков в последнее время, именно одна мысль крутится среди блогеров-бизнесменов, слабые отсекутся, грубо говоря, как бы это жестко не звучало, сильные станут сильнее, и этот карантин показал, и мировой кризис покажет, кто реально трушный, настоящий крутой чувак. А кто просто как-то случайно, просто случайностями выдвигался, продвигался. Чуваки, которые раньше, заметь, продвигались по связям, именно среди нашей аудитории, ой, среди нашего возраста, заметьте, ребята, которые планировали стать прокурорами, там, по связям, выйти, продвинуться за счет дяди, тети, блин, я не знаю, в моем окружении у всех траблы сейчас тяжелые. Реально мозги, у кого мозги, тот и качает. Как говорил Адиль Жалелов, что-то насчет мозгов. Блин, было бы хорошо, если бы ты, конечно, процитировал. Пацаны хотят. А, пацаны хотят твои мозги, ничего кроме, что-то там не суй в носки, уходи на улицу, все нормально. Согласен, мозги это очень... Сейчас, что насчет блогеров, кстати, вот, то есть, как повлияла эта сфера на блогеров, мне кажется, ну, типа, все нормально, никак? Ну, просмотры у всех увеличились. Да, да, да. Кто-то этим воспользуется, кто-то нет. Все, как всегда просто обратно. Особо каких-то изменений вы не почувствуете? В первом рынке я не вижу ничего особого такого интересного, что было прям вау, хайпового, я не заметил. Кстати, по YouTube я то же самое. То есть, я думал, сейчас, наверное, карантин, наверное, начнет заливать и так далее. Фильмы начали заливать, они все первые. Ну, нет, знаешь, возможно, придумалось что-то сейчас, я думаю. Придумалось и реализуется вот на выходе из карантина, сейчас. Вот прямо сейчас мы сидим, выпуск когда выйдет, в 2021 году или в этом году? Он меня хорошо знает, да? В этом году, в этом году. Плюс-минус полгода, да? Короче, где-то там в 2020 году, если... Мы уже не актуальны. Вообще уже 25-й год, мы уже там вообще... Не, поэтому, вот почему я спрашивал нас все систематично и всех делов, я решил отснять, короче, дохрена серии и потом все подготовить как один сезон альбом. И потом, короче, вот так дропать. Ну, полгода. Насчет психологии, по идее, мне кажется, мы прошлись или... Был психолог. Нет, ну я был, я был. То есть, это мне реально помогло. Мне тоже. И если возникает такой вопрос, ходить или не ходить, мне кажется, стоит попробовать. Конечно. Нет, знаешь, вот я один раз одну крутую статью прочитал, был прикольный такой пример проведен. В Штатах, допустим, все сидят, знаешь, на антистрессовых всяких препаратах. Всякие какие-то, знаешь, там в магазине, я помню, продавался, как называется, не ТГК, а другой вариант этого. Спасайте меня, пацаны. Анти... Ой, я понял тебя. То есть, какие-то антидепрессанты... Короче, от которого ты не кайфуешь, от которого ты расслабляешься. И в магазинах стоят... Нет, 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 именно этот... Короче, вот это вещество, которое находится в марихуане, но оно не влияет на именно... Ну, короче, ты не кайфуешь от него, а ты просто расслабляешься. Эта штука продается буквально в виде жвачек на витринах любого магазина. Люди реально сидят плотно на этом. То есть, реально в Штатах вот это проблема. У нас, наоборот, другая проблема. Снюс. Прям, нет, брат, не имеется в виду, я про то, что, типа, эй, не ной, сам проблемы решай. Баба, что ли, бля, идти к психологу? Да, баба, что ли, эй, ну... Я, честно, из-за этого я три раза записывался и отменял. Ну, типа, не из-за этих слов, а типа, блин, что-то стрёмно. Да, ты чувствуешь себя слабым, морально. Ты, типа, если идёшь... Чуть, не можешь сам себе разобраться, да, да, как будто ты слабак, да, есть такое. Да, и, ну, вообще, это вот, есть вот эта, да, радикальность, когда ты, там, чуть-чуть стрессанул, и ты такой, я выпью, блядь, лекарство какое-то, да? Или ты, наоборот, ты умираешь, у тебя нету ноги, и ты такой, да ладно, пацаны, протерпим, ничего, нормально, само до свадьбы заживёт, да? Это, конечно, вот другая радикальность. Правда, где-то всегда же в середине. Это когда ты реально чувствуешь, что ты не можешь разобраться в себе. Вот, когда вот нужно, да? Да, ты просто идёшь к человеку, чтобы он тебе подсказал. Мне много раз помогали. У нас были семейные проблемы с Кариной, когда нам человек подсказывал со стороны. Прикинь, была одна такая встреча, женщина, одна психолог, задала один вопрос. И встреча закончилась на этом. И вы такие... Да, это был реально инсайт. Типа, знаешь, она какой вопрос задала? Ребят, она такая, знаешь, у неё такой вайп, знаешь, такой, вот она сейчас взлетит просто, знаешь, вот такая, вайп же вот такая. И она села, и мы тоже такие чуть поплыли, и она говорит, вы хотите быть правыми или счастливыми? Задавайте себе этот вопрос каждый раз, когда вы конфликтуете. И мы такие, ёп твою мать. Типа, знаешь, это было реально. То есть у нас в тот момент был какой-то, знаешь, такая херня. Мы оба что-то начали развиваться, каждый сам по себе. И начали показывать своё эго. Типа, я прав, просто потому что это я. Я права, потому что это я. И мы начали бодаться друг с другом. И когда мы поняли, что, блин, оказывается, может реально лучше, мы же... Наша цель же по итогу быть вместе, быть счастливыми. Счастливыми. Да нахер это надо? Типа, вот такая херня. Я сегодня извинился перед Кариной. Ни за что, вот ни за что. Я подумал... Ты что, тряпка? Нет, я знаешь, такой... Я отъехал по работе, реально вот очень важное дело сделал. Она там, видишь ли, хотела... У неё в машине была косметика, и я вовремя не подъехал. Она обиделась на это. Ну, короче, ладно, да. Просто начал список такой. Я еду, и она говорит, ну ты пойми, что ты не прав. И она просто, знаешь, такая, на меня хочет, чтобы я вот просто извинился перед ней. Я такой еду, думаю, вот сейчас будем ругаться примерно час, потом вот будем... Весь день будет такое конченое, настроения не будет. Я говорю, да, вот на туре, вот я вот... Как вот мог, а, на полчаса отъехать? Вот, блин, поугарали, поугарали, в шутку перешло, и всё. Ну, то есть, типа такого. Есть вот этот вот лайфхак, он... Я его читал, и ещё его рассказывал, вот опять я про него часто рассказываю. Айден Жумодилович, да, Жахимбов этот? Но он это взял у Олега Брагинского, по-моему. Олег Брагинский, может быть, ты знаешь, это чувак-трабл-шутер, который всё систематично, чётко, жёстко дисциплинированный, прям high-level, top of everything, короче, да? И он говорит, типа, проиграй первым спором с девушкой или женщиной. То есть, сразу же проиграй. То есть, не тяни ничего, не так... Сразу проиграл, всё. Если ты вот, типа, на уровне глобальных проблем, ты посмотришь на эту ситуацию, ты поймёшь, что это не стоит каких-то вещей. Глобально надо? Да, да. Не сексизм, да, чтобы не это, да? Не-не-не, ни в коем случае. Не-не, девушек, это очень важно, да? Наверное. Who run the world? Girls. Boys. Помолчил такой. Этот, вот, и полностью согласен. Я сам ещё не применял такое, да? Я до конца спорил, как стерва, сука. Но, этот, наверное... Поэтому у меня нет, девушки. Да, 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 прикинь. Но, на самом деле, нет, наверное. Что? Так, что я говорил? Ну, про психолога. А, насчёт психолога, да. У тебя что, какие-то мысли были? Ну, вот я, да, три раза, типа, отклонял, записывался. А, вот, то, что я только что пошутил, типа... Типа, тряпка, да? То есть, есть же такие люди, которые говорят, никогда не извиняйся. Оставайся по-любому жёстко правым до конца. Тяжело ли быть первым? Мне же эта музыка играет на фоне. Вот, короче, ты такой... Если ты такой щегол, да, прям пощеглянье этот, то для тебя эта инфа может прям сесть, и она может тебя гробить, да, очень... О, у меня такие районовские установки были. Кстати, вот ты же вопрос задавал? Да, это... Вот, смотри, вот идёт звонок сейчас. Давай, в прямом эфире. Да, Карин, добрый вечер. Здравствуйте. Ты сейчас находишься в прямом эфире передачи ДРТ. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что я поставила машину очень далеко. Вот, можешь потом перепарковать? Конечно, конечно. Я ни в коем случае не буду с тобой спорить, и сразу сделаю это. Всё, спасибо. Скажи, Карин, вообще, ты довольна мной, как мужем? И вообще, часто ли мы ругаемся? Ну, нет, уже не часто. Да? А сегодня вот... Вы его мужа домой отпустите, его двое детей ждут. Можно, пожалуйста? Давай, пока. Установки? Да. Да, типа, в основном это были установки, типа, я вот последние три года школы провёл в узкомане, там такие дворовые установки тоже были, типа, там, мужик это главный, да, там, такие вещи. В плане ещё, знаешь, сексуальной образованности, очень много, по идее, со двора таких этих установок. Необразованности. Ну, да, да, из-за необразованности идут многие установки, но я хочу это обсудить потом в отдельном подкасте. Хочу... Я можно добавлю, или ты ещё, да, говоришь? Не, говори. Короче, вот про то, что, типа, установки, что мужчина это главный, в один момент, короче, года два назад я чуть-чуть поплыл в этом плане, короче, у меня были, ну, и есть в окружении ребята, которые на тот момент тоже странно размышляли, вот, знаешь, вот так вот, по-восточному, типа, мужчина это вот, женщина это вот, вот так вот, типа, знаешь, такая херня. И меня убило, вот самый был пик, когда один чувак не позвал на свою днюху девушку, жену свою. Я спросил, говорю, почему так сделано? Говорит, ну, а зачем она тут нужна? Я же с пацанами, типа, знаешь, я же с близкими. Я такой, оооо, и я, и, короче, и они меня начали стебать на этом фоне, я контрастно выглядел подкаблучником, потому что я, знаешь, я, как бы, я с мнением сочетаюсь, да, типа, я ее слушаю, это уже конфликт. Я, типа, знаешь, вот она гуляет, и я гуляю. Типа, как? А как же? Она же должна быть дома. Я развиваюсь, она развивается. Вообще, ну, типа, такие моменты, и я в один момент, прикинь, я был где-то вот в середине, я понимал, что есть нормальное, адекватное мышление, да, которое вот, типа, вот разумно, и есть вот это вот, тяжело ли быть первым, вот это вот такая четкая философия, и я в один момент там заблудился, я реально не понимал, я, типа, начал докапываться до корейной, просто так проявлять свою вот эту, знаешь, типа, ты сегодня дома, ты сидишь, не зафиг, она говорит, почему? Я говорю, ну вот. Не можешь вас сформулировать, да? Она говорит, я хочу же просто с подругами увидеться, мы же никуда не идем, просто хочу прогуляться, пообщаться. А зачем мы же? Типа, вот такой момент. И голос другой. И сам понимаю, думаю, ну, по идее, ну, это же адекватно, нормально, да? Ну, нужно отстаивать позицию. Да, ну, я же мужик же, на! Видишь, вот этот еще момент. Ну, короче, это, на самом деле, большая проблема, мне кажется, у нас, потому что, ну, многие этого еще не понимают, типа, ну, вот, это то, о чем говорят, да? Все темнистки понимают вопрос. С кем-то это реально работает, то есть, я же вижу, что есть женатые люди, и нормально, счастливо живут, то есть, не сказать, что, ну, если ты видишь такое, мне кажется, не следует прям лезть и говорить, э, у вас там вот такие установки, чуть-чуть, чуть-чуть. Конечно, у всех свои. Да, да, не надо, то есть, умничать этот. У кого-то это устраивает, у кого-то, то есть, традиции, да? Да, да, да. Очень сильные, и всегда вот, когда есть какая-то прогрессивная, неконсервативная мысль, да, вот еще один принцип, можно, наверное, сказать, я смотрю, то есть, это же до нас как-то дошло, какая-то традиция, какая-то мысль-то консервативная. Причина была. Да, и она, если существует, то есть у нее какая-то хорошая сторона по-любому, потому что она какое-то время помогала, спасала и так далее. И просто надо уметь смотреть, зачем это нужно было, когда и нынешнее время. Сейчас это актуально или нет? Да, актуальность, актуальность надо проверять постоянно, согласен. В смысле, определение самого слова «поток» или наш проект «поток»? Определение слова «поток». А, начнем с Википедии. Давайте, я начну с Википедии. Ну что такое «поток»? Короче, это же рекламный. Да, это психологическое состояние, в котором мозг полностью вовлечен в то, что ты делаешь. Типа, когда ты не замечаешь там лишних вещей в жизни, когда ты полностью в ритме, когда ты счастлив от этого, когда все получается само по себе, потому что ты в «потоке». Все великие дела совершались в «потоке». Реально, то есть, типа, все открытия, то есть, все какие-то гениальные решения, они совершались в «потоке». Реально, когда прет же. Вот ты же не думаешь, почему прет. Вот смотри, вот мы этот выпуск снимаем. Вот ты контролируешь время, вот ты считаешь минуты в голове, сколько мы примерно снимаем? Час 23. Ну, по ощущениям, как, допустим? Как будто нету часа еще. Вот, это потому, что это твое дело. Это есть твой поток. То есть, ты в «потоковом состоянии». Кстати, да, я реально посмотрел час и такой думал, как… Да, в «потоковом состоянии» улучшается память, улучшается, ты запоминаешь больше, ты сконцентрирован, у тебя выделяются только гормоны счастья, вообще максимально, да, да, да. Все нормально. Ну, то есть, ты наслаждаешься процессом. И все притягивается нужно. То есть, многие вещи же реально случайно, да, получаются, и ты реально же не контролируешь это, потому что ты в таком потоке. Такой момент у меня часто случается, когда я сажусь за монтаж, а такое в последнее время не так часто происходит, поэтому, да, выпуски, наверное, долго и выходят. То есть, я это понимаю, то есть, вот это состояние, и мне кажется, это из-за того, что у меня уже есть какие-то очень хорошие компетенции, да, то есть, как называется, неконтролируемая компетенция, да, которая уже вшита, да, полностью. Да, да, опыт. И благодаря этому, то есть, я вхожу, наверное, то есть, как входить правильно в это состояние, то есть, что нужно иметь внутри, чтобы уметь заходить. Ну, икигай, наверное, во-первых, заниматься тем делом. Короче, есть вот формула икигай, я про него топлю все время, на самом деле, и есть... Мне кажется, сейчас некоторые говорят, ой, бля, да, да, да. Да, вот сука задолбал, но нет, слушайте сюда. Нет, короче, реально, ты вначале выбираешь, что тебе нравится делать, в принципе, ты выбираешь, да, ты собираешь все свои скиллы, что ты дома делаешь, что ты умеешь. Вот, допустим, на своем примере, я люблю общаться с людьми, я люблю придумывать идеи, я люблю снимать, я люблю фотографировать, писать, ну, придумать идеи было. Все, у меня четыре качества, много не должно быть, в принципе, это нормально. Что мне нравится делать? Да, то же самое. И теперь я выбираю профессии. Я умею общаться с людьми, ну, типа продажник, наверное, да, я люблю снимать, ну, режиссер, писать идеи, наверное, сценарист, фотографировать, фотограф, и есть там, пятое, там, блогер, допустим, да, и шестое, там, это, допустим, да, онлайн преподавание, учителем быть, да, теперь я беру еще один фильтр, это что мне принесет пользу и что для людей будет максимально полезно. И по этой формуле у меня выходит, допустим, быть преподавателем в онлайн образовании, потому что там собирается все, что я и так умею, и это еще польза для людей, и я еще на этом зарабатываю. То есть это такое, знаешь, все сходится просто. То есть вот такой, знаешь, момент. Ну, сюда можно вот на монтаже, я тебе скину картинку, можно вставить, если кто-то захочет. Да, да, интересная мысль. Для себя выберет. И ты когда… А оно меняется? Что именно? То есть… Может, может. Да, то есть там есть какой-то период, типа, через полгода надо сделать ребалансировку там. Да, да, конечно, да это может быть не только, это может быть через день что-то произошло кардинально в твоей жизни. Ты вдруг, ну, не знаю, там, не дай бог. Карантин, да, например. Да, карантин. И ты такой, все, ты перебазировался, ты перепродумал что-то. Твоя сфера уже не может быть рабочей, она не работает, ну, окей, ты делаешь заново. Если что-то уже денег не приносит, например, или уже неактуально. Так счастье же не в деньгах, а в потоке. Да, да, да. Нет, деньги – важная составляющая. Так, получается, что… Давайте за деньги поговорим. За деньги? Давай, давай. Но мы не досказали. Сколько? Сейчас, сейчас. Первое, это ты сказал икигай, а второе что? Как ты спросил вообще, как входить в состояние потока. Да, 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 ты объяснил икигай. А потом? Ну, выбираешь свое, да, ну, и ты занимаешься своим, все. Ну, по сути, это же так. А, все? То есть формула икигай – это формула, да? Это формула, в которой ты входишь туда, и все. Хорошо. То есть там такого нет, что ты встаешь в 5 утра, выпиваешь натощак воду. Типа, такого нету, понимаешь? Окей. Насчет денег. Ты именно насчет какой стороны хочешь пообщаться? Знаешь? Типа, насколько вот эти вот, опять же, установки, да, типа, деньги – это плохо где-то, да, либо творчество не должно приносить деньги. Вот это вот вообще, это топ просто. У меня была такая херота, по идее. То есть основная вот проблема, можно сказать, либо творчество, либо бизнес. Вот. Вот. Выбор стоит. Но по идее, крутое творчество приносит крутые деньги, по сути. Поэтому я думаю, что это изначально просто, зачем отрезать в жизни себе? Просто на ровном месте ты сам себе отрезал. Почему многие отрезают? Потому что обычно же говорят, типа, весь мир постоянно твердит, надо заниматься только одним. Только одна сфера, одно русло. И такой человек, не до конца разобравшись, наверное, начинает думать, значит, мне либо творчество, либо… Мне кажется, логично. Возможно, да, 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 да. И ну вот сейчас вот этот радикализм и, знаешь, самое главное отношение к деньгам, да, то есть, типа, деньги это плохое, это когда ты человек портишься, ты портишься и ты вот, знаешь, ты теряешь все человеческие качества и ты такой только на материальном сосредоточен. Это вот ужасный, самые ужасные установки, типа, знаешь. Я часто слышал вокруг, рядом, что там, о, этот богатый, он наверняка, знаешь, такой плохой человек, он, знаешь. Жестокий, вот жестокий, да, типа, вот такие всякие умозаключения, непонятно откуда, да. Хотя, допустим, да, взять просто, посмотри на свои хотелки, ты хочешь, допустим, кататься на велосипеде в парке, условно, ты хочешь покушать мороженое, ты хочешь почитать книжку, ты хочешь полежать на газоне и там покайфовать, да, допустим, просто, да. Из этого всего, наверное, только полежать на газоне не стоит денег, а в остальном тебе нужно купить велик или взять его в аренду, там и так далее. То есть это же, наверное, есть же такая штука, это, типа, ну, деньги – это самая распространенная религия, в которую поверили все, да, то есть это когда мы верим в цену этой бумажки, да, и мы обмениваемся ею. И деньги позволяют просто делать жизнь удобней и деньги как инструмент создавать что-то крутое, благое, то есть я, ну, вот так воспринимаю. И вот эти установки надо реально менять, потому что, ну, блин, это, это обратно ты отрезаешь все себе, вот просто на ровном месте, это так страшно. Я не знаю, это прям, меня очень сильно бесит. Получается же совмещать, правильно? То есть просто надо хорошо делать одно, да, только и опять… Не, ну да, мне кажется, в любом случае вначале ты должен наслаждаться, когда наслаждаешься, становишься профессионалом, профессионалом становишься, востребованно становишься автоматически. Востребованность приносит деньги, деньги сами тебе придут домой постучаться и каким-то образом залезут тебе в карман, знаешь, то есть вот много же таких ребят, типа, вот мне нравится пример Bad Not Too Bad, Искандер, да, парень, муж, дизайнер, Стараза, если я не ошибаюсь, там Дрейк ему Дайрик пишет, предлагает сделать яхту по его дизайну, да, там типа Билли Алиша отвечает на комменты, пишет ему комменты, там все предлагают коллаборации, клипы, и чувак… Да, точно, он в Таразе живет, да? Он сейчас, насколько я знаю, переехал в Канаду, его перевезли, просто его уже перевезли, уже его заставили, потому что он слишком крутой, понимаешь? Чувак уже его… Он должен играть в другом дворе. Да, его жизнь уже сама вот запарил где-то, его все тянут уже, понимаешь? Он там ничего насильно не делает, наоборот, он такой очень скромный, он долгое время… Мне ребята, друзья его рассказывают, что там старался никуда не выезжать, ему было комфортно вторать у себя рядом с родными, близкими. Ну, в жизни уже все, он слишком крутой, что его уже невозможно там… что ему делать, да, условно? Ну и вот это такой яркий пример. Ты круто в чем-то разбираешься, и все, тебя все хотят. И все тебе хотят деньги положить в карман. Это есть подготовленность, по сути, да? Ты должен постоянно работать над подготовкой. Возможности всегда же есть, куча возможностей каждый день, вот, поэтому… А как фильтровать вот эти возможности, потому что возможности иногда они такие, знаешь, слишком их дофига, то есть можно хвататься за все и в какой-то момент этот… какие-то фильтры у вас есть, типа, внутри? Видишь, тут очень сложно, мне кажется, сказать прямо на общак, вот как формулу, да? Во время карантина я вот эти фильтры так… Не, ну конечно, ты что, я гивы фигачил, то есть я, типа, для меня раньше это было вообще зашквар, да, там, условно. Но потом такой, ну ладно, я… Включил критическое мышление, да? Бесплатно играет, не, наоборот, включил критическое мышление. Ладно, люди же бесплатно получат, в принципе, там, денежки, да и никому не помешает, да и, как бы, такой, знаешь, не, ну на самом деле… А ну закончил и все? Не, я уже этого не делаю, это просто временные были такие необходимые меры, короче, да, обратно такие, там, на инвестиции. Двухнедельный бизнес-то. Да, 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 очень быстро. Короче, первое, я для себя так делаю, в долгосрок смотрю на себя со стороны, если я сейчас пойду по этому пути, как это вообще будет просто, к чему я приду? Второе, полезно ли это для меня, для моей семьи, полезно ли это для людей и, ну, не противоречит ли это моим принципам, потому что вот мага, у него есть крутая такая штука, ты же говоришь всегда, нужно быть в контексте. Да. В контексте… Типа делать то, что ты, во что веришь, верить во что ты делаешь, там, ну, когда все подстраивается ровно, тогда все получается в жизни, когда ты сам вот веришь в то, что ты делаешь. Вот единственный вопрос. Подстраивается ровно, это что означает? Ну, значит, вот говоришь… Когда все идет легко? Да, говоришь то, о чем думаешь, думаешь то, во что веришь и, там, делаешь то, во что веришь, вот, грубо говоря. Окей, окей. Мне кажется, чтобы это работало, должен быть внутренний сам анализ очень… Ты должен хорошо себя понимать. Да. Вот самое важное. Опять же, да, возвращаемся к этому вопросу. Потому что можно пиздеть себе очень много прям, знаешь, типа… Вообще, да, самое главное, мне кажется, честно вести разговор с собой. Да. Потому что, ну, типа, мне кажется, что, знаешь, вот сейчас особенно много-много ребят развелось среди блогеров, допустим… Пицца пришла. Ага. Которые сейчас, знаешь, типа, мутят ставки. Да. Вот, это говоря о светлом и темном движе. Ага. Вот, темный и светлый движ, да, если его визуализировать, то это похоже, знаешь, темный движ – это спуск с горы. Ты летишь на большой скорости, вроде бы все получается, там, круто и так далее. У тебя все быстро нарабатывается. Ага. Но по итогу тебя ждет дно, об которое ты разобьешься. А светлый движ, он похож на что? Он похож на подъем в гору. Ты идешь медленно, верно, стабильно, тебе тяжело временами, но когда ты поднимаешься на вершину, ты чувствуешь удовольствие от того, что ты видишь панораму, ты чувствуешь свежий воздух, и ты можешь теперь по этой же логике подняться на другую вершину, в принципе. А там ты просто на дне и все, а с дна подняться наверх еще сложнее. Типа, когда рассказывают, когда наркоманы поднимаются, да, там достигают, почему это так вау? Потому что с дна наверх. X5. Да. И сейчас, знаешь, меня очень прям расстраивают блогеры, которые хватаются, берутся за ставки. Я даже слышал от некоторых, знаешь, они как это оправдывают? Они говорят, без лоха и жизнь плоха. Вот один чувак сказал вот такую фразу. Типа, не нае, не проживешь. Типа, есть же такие люди, надо на них делать. Да, есть тупые люди, и что вот, они же живут, на них надо бабки рубить. Ты, что ты делаешь? Ты обманываешь людей. За твоей спиной не теплый взгляд, который люди в тебя верят, желают тебе добро, а сверлящий негативный посыл, который по-любому тебе вот так вот прилетит рано или поздно, ты сам не подозреваешь, откуда это все вернется, да. И поэтому на самом деле мы про эту тему вообще будем отдельно качать, дай бог, прям вот, не знаю, мы может что-нибудь большое снимем про эту историю, индустрию. Качество, да, то есть качество чего получается? Просто это может немножко в головах у людей, немножко противоречить, вы же говорили, то есть то, что тебе нравится, оно должно идти легко, да? Да. А вот этому вот идет легко, да? Да, это идет легко, но имеется в виду, смотреть надо же на контекст в общем, твой побочный эффект – это обманутые люди. Вот, вот, вот. Допустим, условно, наш побочный эффект в курсе – это люди с образованием, это прям плюс-минус вообще имеется в виду, да? Мне вообще очень классно. Насчет одиночества, это в натуре, это прям… Это тренд. Тренд? Да. А быть одиноким – это тренд, или что? Нет, нет, типа это распространяется сильно, из-за того, что мы все в телефонах, мы все в социал-медиа, реально живого общения очень мало и очень много мыслей внутри постоянно. Вот, может быть, из-за этого я где-то вот, знаешь, где-то не коллаборировался, да? Это слово давай напишем. Да, то есть я, в принципе, я такой человек, который может сам работать и создавать этот, да, и для меня не тяжело, но я понимаю, типа, насколько если вот так вот постоянно быть вместе, да, объединяться, ну, блин, можно реально делать крутые результаты, но почему-то может быть где-то эго мешает, да, где-то может быть какие-то свои установочки, типа… А для меня всегда… Ну, типа, я вот такой, навряд ли я стану Kanye West, типа, и всегда нужен человек, который еще другими качествами будет обладать. Так легче. Или который скажет, братан, ты сможешь такой… Или так, короче… И ты записал три херовых альбома. Короче, я был на встрече… Я, кстати, жду твой трек. На встрече с одним очень мудрым человеком, и он мне сказал одну вещь, он сказал… Обратился вообще к… Ну, там были ребята моего возраста, и он говорит, ребят, знаете, вот, ну, у меня определенный социальный статус, там, у моих друзей и так далее, но у нас планы были гораздо больше. Он говорит, да? Да, мы хотели покорить мир, мы хотели поменять индустрию, мы хотели изменить игру, мы хотели поменять государство. Знакомые, да, вот фразы, слова, вот то, что мы каждый день говорим, и он говорит, и у нас этого не получилось. И я вот тут, знаешь, триггер… Я помню еще как-то у вас в офисе сидели, помнишь, где-то, может, наверное, год тому назад что-то такое, у нас было примерно такое сообщение. Да-да-да, я, короче, триггер, я такой, знаешь, все, я его внимательно слушаю, и он говорит, а почему не получилось? Один поднимался, не тянул другого, и каждый закрылся. И от того, что мы не двигали друг друга, мы не могли пробиваться дальше. Если бы мы заколлаборировали, если бы мы избавились от своего эго, переживаний, лишних загонов, и поняли бы, что только вместе мы сможем добиться чего-то большого, тогда все было бы иначе. Поэтому, ребят, я вас прошу, пожалуйста, не повторяйте моих ошибок. Он когда-нибудь сказал, я хотел, чтобы, знаешь, этот момент был записан и распространен, вот, не знаю, я хотел вот каждому домой лично прийти и вот прямо вот это видео показывать и вот плакать, говорить, пойми это, пожалуйста. То есть, знаешь, вот я в последнее время уже реально вот сколько донес, да, на день рождения, когда все друзья сидели, да, я всем эту фразу сказал, все растрогались, прям, знаешь. И с того дня реально началось вот это, все начали понимать вот эти слова, потому что чувак там буквально лет на 20 на старше и буквально вот то же самое недавно понимал, чувствовал и не получилось. Так вот ответ, ребят, что еще думать? То есть, это было, эти были мысли всегда. Миллиард людей так же думали, как и мы. Мы что-то поменяем, мы что-то изменим, но ничего не произойдет, пока мы это вместе не сделаем, понимаешь? Это вот прям самая, наверное, главная мысль, которая вот должна быть прям. Для этого и ДРТ существует, что вот такие мысли, они вот в массы выходили, потому что, когда один на один с такими крутыми чуваками общаешься, блин, столько инсайдов получаешь, жизнь прям в лучшую сторону сильно меняется. Да, и вот этот разговор меня сильно поменял, я прям был в восторге. Из этого исходит такой вопрос, эго, да? То есть, эго, вот я уверен, что это не всегда плохо. То есть, у эго есть такая вещь, что оно может давать большую энергию. То есть, это своего рода такое топливо, которое может давать энергию. Ну, то есть, можно сказать, я докажу, блин, что у тебя не, ты сказал, что не получится, да, у меня что-то, я тебе доказал, что вот, то есть, мне кажется, это своего рода. Почему мне кажется, что он еще ударит? Ты такой, я тебе докажу. Не, я просто хорошо отыгрываю, наверное. Вот. Вот это было плохо. Вот, и мне кажется, то есть, эго, где-то это сильная вера в себя, может быть, да? Где-то ты, когда свои хотелки начинаешь воплощать очень сильно. То есть, не то, чтобы воплощать, ты то, что очень сильно хочешь. Бля, или может, я просто не знаю, что такое эго, да? Нет, я понял, да, да, да. Ну, мне раньше... То есть, это сторона для меня, типа, хорошая, которая дает энергию. Просто надо, мне кажется, надо уметь направлять в хорошую сторону как-то, то есть, какие-то новые фильтры вставить. Вот тут это прям, знаешь, это, наверное, борьба, в которой мы все проигрываем. Вот нет, там, есть сильные люди, да, типа, Макгрегор, там, Хабиб, да, но и они проигрывают только эго. То есть, все мы, ну, грубо говоря, реально всасываем именно этому качеству. Потому что оно сильнее нас всегда. И мало кто может его победить. И поэтому, мне кажется, это, наверное, самая мощная битва, на самом деле, до конца лет. Потому что это, ну, типа, я, допустим, насчет этого сильно парюсь. Типа, реально, когда все падают, когда все начинают себя считать лучше, чем они есть. Да. А мы никогда не будем, ну, типа, нереально крутыми. То есть, в такие моменты, как бы, обратно такие, смотри, как все связано. Мы говорили про хорошие примеры, он отрезвляет и дает пощечину, и дает, видя, абая слова. То, что мы обсуждали про клипмейкеров, ребят. То есть, нужно искать таких людей, когда ты чувствуешь, что с твоей Мэгом происходит изменение. Когда ты слышишь плохие, ну, плохие слова, в каком смысле? Наоборот, когда ты слышишь хорошие слова. Это плохие слова. Знаешь, мне прикольно один чувак сказал, в чем разница Головкина и этого, какого еще боксера нашего? Сапиева. Не в обиду будет, да, Сапиева, но он вряд ли, наверное, посмотрит это. Типа, да-да-да. Извиняюсь, все нормально, ничего лишнего. Просто это слова моего друга. Я его номерский... Такой, прикинь, хотел тебя ударить, еще мимо ударил. Такой, да ладно. Еще усугубил. Ага, потом. Так, короче, он сказал, в чем разница? В чем разница? Головкин вовремя уехал в Штаты, где не слышал все слова, которые говорили о нем, при этом чувствовал себя не самым крутым. А-а-а. А тот почувствовал и стал депутатом. Ну, короче, да, типа... Не успел прокормить свое эго, да, можно, типа... Он не успел, да-да-да, и он говорит, типа... И поэтому крутым ребятам, которые действительно что-то делают, надо постоянно прыгать выше и стараться не слышать комплименты. Стараться комплименты забивать. В комплиментах есть, конечно, польза, да, ну там, смотивироваться, понять, что ты на правильном пути, что все идет круто. Постоянно это уничтожает. Но постоянно это уничтожает. То есть люди, кто тебе постоянно делает комплименты, лучше попросить их этого не делать. Это реально самые опасные враги, мне кажется, вот типа такого. Согласен. Поэтому, Волжик, блин, ты такой крутой, честно, вот, знаешь, ты вот, твой проект, реально, согласись? Вот, нет, ты же, лучший проект, согласись. Спасибо. Спасибо, реально, спасибо тебе за вклад. Все, пошел в Америке делать ДРТ такой, да? Никого нет. Да-да-да-да, русский, конечно, я не понимаю. В Канаду, в Канаду, Искандер, там же. А, да-да-да. Эта тема, вот эта, насчет эго, она очень щепетильная. Вот ты же сказал, типа, до конца лет, да? И вот у меня, у самого, это всегда тяжело, знаешь, типа, вот в какой-то момент из-за каких-то чуваков, слов услышанных, я прям начал свои какие-то хотелки убирать, да, в какую-то сторону. Потом, в какой-то момент я начал там вперед выводить. И то есть, и там, и там, опять же, все ведется, да, ведется все к тому, к чему? Балансу, да? Да-да-да. Вот, то есть, надо вот как-то уметь контролировать это все. Да. У вас в потоке это рассказывается? Обязательно. Обязательно. Подвязал, да? Не, реально, это по факту. Не, ну, согласен. По факту, ты ГС четко сказал. Николе будет первым. Просто баланс, это такая ключевая вещь. И вот уметь фильтровать на негативные, да, то есть, нехорошие вещи, то есть, там, когда ты через что-то свое, когда ты достигаешь каких-то целей, ты роняешь чужие жизни, мне кажется, это, ну, то есть, это какая-то, это вот зависимость ставки, я про насчет этого. Ты просто так вот… Я что-то понимаю, в каком смысле хорошо проявлять эго свое, да? Когда ты знаешь ценность своей работе, и ты требуешь от людей такого же уровня по отношению к твоей работе. Типа, ты пришел на съемку, ты режиссер хороший, а ребята, которые организаторы, являются, ну, уровнем хуже, и они ломают весь твой график и ломают все твои идеи. Вот в этом плане ты показываешь свое эго, ты говоришь, ребят, блин, вы не уважаете мое время, мне обидно, так нельзя делать, ну, типа, и доносить это. Но не так, что, типа, знаешь, говорить там, вы никто, я такой, а именно доносить, что почему я переживаю, потому что у меня опыт большой, я много проработал, я за это отдал кучу времени, энергии и так далее, и я иду вперед, и мне нужны люди, которые совместно со мной будут так же делать. Я не хочу в своем любимом деле, в котором я провожу большую часть своей жизни, трудности испытывать. Типа, нахера вы мне такие нужны, грубо говоря, да? Ну, типа такого. Ну, часто бывает такое, что, когда ты вот так делаешь, говоришь в глазах другого человека, ты становишься каким-то тираном, диктатором. Ой, это вот у меня нормально, это нормально, и у меня с этим много было проблем. Вот, надо просто уметь прощаться с такими людьми, где-то, мне кажется, делая не прощание, просто легкий вариант. Нет, у нас, знаешь, в чем прикол, это, с одной стороны, хорошо и где-то плохо, что у нас не умеет разделять рабочий момент и личные отношения. Вот у меня друг, он в Штатах долго время жил, на съемочной площадке проводил, и он говорит, знаешь, мне очень нравилось на площадке, на казахстанской площадке, да, есть 25 человек, есть 25 я, а там было мы одно. И был такой прикол, ты плохо работаешь, чувак тебе может послать нахер, но после этого он идет с тобой в паб, и они бухают до утра, и они лучшие кенты. Но на съемочной площадке он скажет, ты дебил, ты мудак, ты не выполнил свою работу, а потом они это обсудят, он скажет, чувак, я тебя люблю, ты очень хороший человек, у тебя хорошие качества, но, блин, ты в этот момент закосячишь, он скажет, да, блин, я реально недосмотрел, я извиняюсь, такого не повторится, все боятся за свой имидж, у нас чуть выше еще этого не понимают, еще такие моменты. Теряется вот эта грань, да, где-то, слишком близко к сердцу принимаем. Все вот так, типа, знаешь, ты не можешь сказать критику, знаешь, вот помнишь, у Дудя чувак прикольно сказал, моя фишка, мой успех заключается в том, что я воспринимал критику как способ для улучшения, а не как, типа, обижался на это. Дальше вот реально не умеет воспринимать критику. Мы обижаемся. Мы все так воспринимаем, это я не говорю, что вот я такой, и Макжан такой, и ты такой, нет, все, все, реально, я тоже удаляю комментарии, блокирую сволочи разных. Это опять же просто надо уметь переболеть, то есть ты послушал, вот, то есть прояви эту эмоцию, да, позлись на это, а потом… Используй это в облаке, как топливо. Да, и потом анализирую и двигайся. Короче, основная суть, то, что вот последний блок, да, это чуть-чуть свое я надо отодвинуть назад и становиться мыми, да, то есть, короче, без прегемис. Прегемис под музыку, прям идеально, и здесь логотип, не знаю, там, кто же, раз утану, рутан, ланж еще. Бля, подпортил концовку, сука. Да, блин, это было. Заново, заново. Да, я, 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 не я, а мыми, все. Субтитры сделал DimaTorzok